всем привет друзья с вами дивер и сегодняшний фильм будет о спиннинге а спиннинга компании спортеx спиннинг travel 4 частный короткий в перевозке на самом деле его длина 2 10 данный спиннинга несмотря на многочастность скажем так да довольно таки мощный изначально данный спиннинг сделан для морской ловли бы изначально а вообще он просто предназначен для морской ловли но то что сделано для морской ловли не факт что подходит только для морской ловли я его присмотрел для ловли троллингом в один спиннинг. Именно для ловли судака, наверное. Хотя можно ловить и сама, и щуку. Но я очень щепетильно подхожу к выбору спиннингов для троллинговой ловли, для своего вида троллинга. Когда я ловлю судака. Почему я так щепетильно именно подбираю спиннинги для ловли судака троллингом? Потому что судак не всегда берет в заглот. То есть не всегда берет не всегда он виснет, скажем так, наверное. Чаще всего судак делает деликатные поклевки, которые мы даже не видим. Ну, многие из нас их не видят. Чтобы увидеть данные поклевки, нам нужен спиннинг с довольно-таки хорошей чуйкой. Я считаю, что спиннинг должен быть с хорошей чуйкой. Спиннинг должен быть жесткий, чтобы просечь, чтобы санимировать приманку грамотно. И считаю то, что, в принципе, жесткий спиннинг, он, в принципе, лучше передает, чем лапшеобразные палки. Чем, допустим, какие-то палки, которые согнулись у нас, нагрузились так сильно, что больше мы, кроме игры самого какого-то воблера, и когда у нас что-то повисло на него, мы больше ничего не видим и не чувствуем. Я даже наблюдал иногда картины, когда люди не то, что там, не знаю, повисшего судака не чувствуют, но у них поверху прыгают, а они, причем в руке, держат спиннинг и говорят, что мы ловим со спиннингом в руке. Да, они держат в руке, но у них на другом конце спиннинг, на другом конце, значит, на приманке болтается судак, он прыгает уже по поверхности от того, что уже устал подать, а они даже этого не чувствуют. Поэтому палки-палки рознь, ловить троллингом в один спиннинг, когда мы ловим именно на потычке, как бы, если мы хотим ловить интересно и грамотно, нужно уметь ловить. И для этого нужны хорошие снасти, чтобы ловить много и интересно. Итак, в сегодняшнем видео я хочу рассказать о непосредственно одной палочке, потом у нас будет серия других фильмов о других палочках, я постараюсь сделать серию о фильмах. Но сегодня я хочу вам рассказать именно о Спортексе, о четырехчастном Спортексе, серия Тревел, и спиннинг называется Магнус, длиной 2,10 с тестом 30 ЛБ. Данные спиннинги есть и с меньшим тестом. Кому не нравятся такие прям уж жесткие спиннинги, я бы, наверное, может быть, порекомендовал бы 20 ЛБ спиннинга. Данный спиннинг имеет вот такой короткий тубус, длиной 73 сантиметра, что крайне удобно в перевозке. Многие рыбаки относятся к четырехчастным, к трехчастным удилищам не очень. То есть, считая их непрочными. Я, кстати, также относился к данным удилищам до момента, как я посмотрел морские фильмы. То есть, фильмы о морской рыбалке, где поднимают паутусов здоровых, там, разнообразную, там, громадную рыбу. И я подумал, Илья, ну, почему, допустим, ты так относишься критичным к данным тревелам, к приохле судака или сама, когда люди там тягают 100 килограммовых паутусов, там, 50 килограммовых, там, я не знаю, но разнообразные рыбы, морские, да, очень большие, на эти спиннинги. И они выдерживают. Подумал и сказал себе, Илюха, возьми, попробуй. Я почти сезон отловил на данное удилище и могу сказать с уверенностью, данная палочка очень даже подходит для моего вида троллинга. Саму, к сожалению, пока я на нее не поднял. Ловить на нее продолжать я буду и, возможно, мне удастся поймать сама и показать вам, на что эта палочка способна. Кстати, помимо тубуса, еще палочка имеет вот такой чехольчик. Собираем все в чехол и убираем в тубус. Тубус имеет вот такую еще ручку и петельку для... Можно куда-либо повесить, там, не знаю, зацепить, там, не знаю, для чего эта петелька, ну, наверное, чтобы повесить. Итак, давайте эту палочку рассмотрим поближе. Покажу я вам строю удилища, посмотреть есть на что. На самом деле, в принципе, в моих фильмах она уже засветилась, наверное, в фильмах трех. Что-то вы, наверное, уже видели, как она где-то отрабатывает, как она, там, не знаю, передает поклевки, что-то как... Как она передает работу воблера и тому подобное. Но поближе, наверное, я вам ее там не мог показать, потому что, ну, где-то светит солнце, где-то дует ветер. Вообще, на природе вроде бы как классно сделать обзор, но не всегда получается. Поэтому я решил сделать вот такого плана фильмы и показывать спиннинги здесь уже дома. Сегодня я вам постараюсь показать, значит, жесткость удилища. Вот. Поближе колечки рассмотрим, я не знаю, какие-то нюансы. Несмотря на свою жесткость 30 лб, данный спиннинг имеют очень хорошую чуйку. Для моего вида ловли, для ловли троллингом в один спиннинг, когда мы ловим непосредственно судака, чуйка очень важна. Потому что, повторюсь, судак часто берет, атакует деликатно, и не почуяв эту деликатную поклевку, мы ее просто не видим и остаемся без рыбы. То есть, не подсекли, не поймали. Блин, практически один в один, как при джиге. Итак, друзья мои, данный спиннинг четырехчасный собирается очень легко. Кстати, вот сейчас я буду собирать, я вам покажу. Здесь вот на первом колене нету такого, значит, нет отметки, но дальше они будут. Заход очень жесткий. Очень жесткий заход. держится очень прочно, и, что немаловажно, заход глубокий. Обратите внимание, да? Довольно-таки глубокий заход. И я вот реально прям силой заталкиваю его. Первое колено мы одеваем без всяких меток, смотря по катушкодержателю. То есть катушкодержатель у нас должен бить в кольцо. Но дальше все намного проще. При сборе удилищ производитель поставил метки, и они должны совпасть. Здесь все то же самое. Мы имеем две меточки, которые должны совпасть. Заход бланка, как мы видим, довольно-таки глубокий. Это немаловажно для прочности. Также мы видим вот эти отметки для сборки. Нам не нужно сильно пристреливаться. Многие иногда думают, что бланк, когда не заходит до конца, это брак. Нет, друзья мои, это не брак. Это сделано специально, с возможностью подточить и сделать заход глубже. в данном месте до конца не заходит. Здесь тоже до конца не заходит. Ну и, соответственно, здесь. Это нормально. Что немаловажно, заход перекрывает наше кольцо. на прочность это тоже влияет. не заходите. Не заходите. Ручка данного спиннинга сделана довольно-таки стильно В комплекте к данному спиннингу идет вот такой упор Упор из элы Для желающих вываживать рыбу с упором Катушка-держатель очень даже качественный Имеет контрагайку Стенки данного спиннинга сделаны с довольно-таки неплохой точностью Утолщения везде одинаковые Субтитры создавал DimaTorzok Колечки данного спиннинга посажены довольно-таки низко Субтитры создавал DimaTorzok Тубус сделан также довольно-таки качественно Имеет ручку Петельку для подвешивания Тубус жесткий С красивой фирменной надписью Sportex Концевые части все жесткие Имеет небольшую поролоновую прокладочку Строй удилища, друзья мои Данная палочка имеет сверхбыстрый строй Довольно-таки жесткая Но поверьте мне Для ловли на течение в Астраханской области С упористыми большими приманками данная палочка должна быть такой Жесткий строй удилища нам позволяет полностью контролировать приманку Резко подсечь без потери провиса приманки Качественно проанимировать, продернуть приманку Это будет интересно тем, кто именно не просто троллингует, а еще в принципе анимирует приманку Подтвичивает ее Ручка данного удилища вполне длинная Я бы сказал, оно такое, какое должно быть Насколько данное удилище жесткое, судить уже вам Я очень люблю такой типаж спиннингов Для ловли троллингом Единственное, конечно, жаль, что на данном чехле нет никаких пометок Кроме, что это Sportex Длина и тест Было бы неплохо на чехлах еще писать и модель Как я сделал для себя маркера Для чего это нужно? Чтобы чехол быстро подобрать под данный вид спиннинга Или, допустим, когда мы не имеем отдельного тубуса А у нас один большой тубус Доставая чехол, мы не видим, что это за модель Это единственный, наверное, недостаток В целом, друзья мои Данный спиннинг сделан очень качественно Помимо всего, компания Sportex предлагает 10 лет гарантии на свою продукцию На свои банки На любые спиннинги И 2 года гарантии на фурнитуру Вот как-то так, друзья мои Вот такой спиннинг С довольно-таки неплохой чуйкой Вполне даже довольно-таки мощный В то же время, при перевозке всего 73 сантиметра Я вам предлагаю использовать для ловли рыбы троллингом В один спиннинг, когда мы ловим на потычке Повторюсь, троллинговая ловля, она разнообразная Можно ловить троллингом и на крокодил И на джиговую палку И на бамбуковую палку Просто можно ловить троллингом Привязав воблер, скажем, к дубине какой-то Просто к палке Реально к палке Но мы тогда не получим полноценного Кайфа от рыбалки Мы тогда не получим полноценного понятия От рыбалки Мы порой не будем контролировать приманку Мы не будем понимать Что происходит на другом конце шнура Хорошая палочка нам дает возможность Все это дело понять И ловить рыбу с удовольствием И что еще хотелось бы добавить, друзья мои В магазине sportex.info По промокоду DIVER Вы получите 10% скидку 10% скидку на любой спиннинг от данной компании И помните, друзья мои Чтобы получить официальную гарантию на ваш банк На ваше удилище Вы должны зарегистрировать ваш серийный номер Который присуждается каждому удилищу На сайте www.sportex.de Субтитры сделал DimaTorzok